Всем привет! С небольшими задержками, но все-таки добрался до меня очередной бюджетник от компании Юлифон под шпионским названием Ю007. Джеймс Бонд одобряет, на какие только маркетинговые ходы не пойдут наши братья из Поднебесной, чтобы мы с вами купили их гаджеты. И это понятно, ведь конкуренция в этом ценовом сегменте высока. Сейчас мы посмотрим, насколько он стоит своих 55 долларов. Кстати, это первый бюджетник компании Юлифон. Она больше специализируется на среднеценовом сегменте, поэтому у меня большие надежды на этот телефон. Итак, комплектуется он в такой вот черной коробочке, как видите, здесь технические характеристики. Внутри, что уже у нас внутри? Внутри сам телефон, как видите, вот он. И здесь у нас в комплекте к телефону идет зарядное устройство с силой токой 1 Ампер. Действительно, USB-тестер выдавал 1 Ампер. Это хорошо. Далее, USB-шнурок, микро-USB-шнурок. Инструкция. И сразу хочу сказать, что хорошо. Инструкция есть на русском языке. Можно почитать и ознакомиться. И приятным дополнением является, конечно, силиконовый чехол. Это уже хорошо. Покупать чехлы не нужно. Сразу получили телефон, зачехлились. И это уже значительный плюс к комплектации. Новинка выходит в трех цветовых решениях. Белом, черном и сером, как у меня. Диагональ телефона составляет 5 дюймов с HD-разрешением. Внизу мы имеем три сенсорных кнопки без подсветки, но хорошо выделяются. Здесь у нас фронтальная камера, разговорный динамик и различные датчики. Вверху расположился микро-USB-шный разъем. Здесь у нас отверстие для наушников стандартное 3.5 джек подходит. Левая грань у нас пустая, как видите, ничего нет. Снизу у нас есть отверстие для основного микрофона. А с правой стороны у нас расположилась привычная качелька громкости, которая раздельная. И кнопка включения и выключения, которые нажимаются мягенько, ничего у нас не болтается. Это хорошо. Сзади, как видите, у нас такая крышечка с таким вот рифленым покрытием. Мне, откровенно говоря, нравится такое покрытие. Стильное и красивое. Здесь логотип компании Ulefone. Улефон, отверстие для основного динамика. Видите, даже есть два шипа, благодаря которым не будет перекрываться, когда мы будем класть телефон на ровную поверхность. Здесь у нас основная камера от Sony. От Sony камера со светодиодной вспышкой. Крышка задняя у нас съемная. Давайте снимем и посмотрим, что у нас под крышечкой. А под крышечкой у нас батарея с емкостью 2200 мА, заявленная емкость. А на самом деле USB-тестер выдал даже больше 2320 мА. Вот уважаю те компании, которые завышают емкость на самом деле. То есть, они заявили, что 2200, а на самом деле 2300. Вот дань им и уважение за такую вот честную емкую батарею. Батарея у нас, как вы поняли, не съемная. Здесь у нас два слота под микросим-карты, один слот под микросд-карточку. Как видите, здесь даже у нас есть такие вот небольшие ромбики, благодаря которым, когда мы будем вот так вот закрыть телефон, ничего у нас не прогибается. Это хорошо. Да и в целом, по сборке телефон меня порадовал. То есть, никаких хрустов, люфтов, зазоров, ничего нет. В общем, по сборке все на 5+. На борту Android 6-й версии с поддержкой беспроводного обновления. Перевод здесь корректный, хороший, все на русском языке, можно сказать, процентов на 99. Есть интеллектуальный помощник, а точнее, это у нас умные жесты, как видите. Вот видите, смарт-бодрствование, умные жесты. Вот здесь, видите, не до конца немножечко переведено. Но, думаю, разобраться и так вам все и так можно. Есть умные всякие фишки, поднес телефон кухо автоматически, он ответил у вас. Работает у нас лаунчер хорошо, шустренько, быстро, без всяких тормозов. Он у нас стандартный. Есть кнопочка меню, где располагаются основные приложения. Естественно, предустановлен Play Market, Google, все как полагается. Что мне понравилось, так это то, что здесь, оказывается, можно менять темы. То есть, надоели одни иконки, взяли, поменяли на другие. То есть, это уже приятное дополнение. За это можно поставить небольшой плюсик. В Antutu телефон набирает почти 22 тысячи баллов. В принципе, стандартный, ожидаемый для этого процессора. Напоминаю, процессор четырехъядерный, 6580. Он у нас 32-битный, с тактовой частотой 1,3 ГГц. Графический чип Mali 400. Разрешение дисплея HD при диагонали 5 дюймов. Камера на 13 Мп. Оперативной памяти 1 ГБ, встроенной 8. Но, как видите, доступный изначально 5 ГБ идет. Давайте проведем тест Multi-Touch. Посмотрим, насколько у нас Multi-Touch. Multi-Touch на два касания поддерживает. На одной оси он у нас не слипается. То есть, масштабировать можно как так, так и так. В принципе, у меня с Multi-Touch проблем никаких не возникло. Камера фронтальная на 5 Мп. И давайте теперь посмотрим тест наших датчиков. Какие у нас здесь датчики есть. Ориентира сенсора у нас нет. Это у нас такой вот муляж, как и магнитный сенсор. Датчик освещения работает здесь хорошо, как видите. Датчик приближения здесь тоже реагирует четко и быстро. То есть, основные датчики работают без каких-либо нареканий. Это уже хорошо. Далее, давайте Wi-Fi посмотрим, как ловит. Тут у меня, я подключился к соседям. Они у нас находятся на другом этаже. Через 4 стены. Но все равно пробивает Wi-Fi здесь хорошего качества. И проблем никаких нет. По Bluetooth. Bluetooth по комнате ходил, точнее по квартире. Через 3 стены тоже пробивает без проблем. То есть, Bluetooth здесь работает хорошо. Теперь давайте проведем OTG-тест. Посмотрим, есть ли у нас поддержка функции OTG. И, к сожалению, поддержки функции OTG телефон не имеет. Как и нет индикатора событий у этого телефона. Давайте теперь по поводу экрана. Экран, значит, у нас имеет, в принципе, матрицу хорошую. IPS углы. Давайте посмотрим углы обзора. Как видите, углы обзора хорошие, большие. Запас яркости на солнце у нас хороший. Запас яркости в темноте тоже, в принципе, комфортный для зрения. Поэтому дисплей здесь, в принципе, мне понравился. И, вы знаете, вот он такой насыщенный. Цвета по сравнению с другими бюджетниками. В принципе, наверное, чуть хуже, чем на UMI London. Но получше, чем на других бюджетниках. Телефон работает в 2G и 3G сетях. В 4G этот процессор поддержку не имеет. Качество разговорного динамика и микрофона меня устроило. То есть, было прекрасно слышно как мне, так и моему собеседнику. С уровнем сигнала тоже никаких проблем не возникло. То есть, телефон держит связь хорошо. В наушниках звучание ожидаемо хорошее оказалось. Но благодаря, опять-таки, моим хорошим наушникам. Поэтому покупайте хорошие наушники. И будет у вас звучание в наушниках тоже отличное. Далее, давайте послушаем наш внешний динамик. И оценим, насколько он хорош. Внешний динамик хорошего качества. Как видите, когда мы кладем на ровную поверхность, он не перекрывается. То есть, пропущенных вызовов у вас не будет. Далее смотрим GPS-тест и оцениваем. GPS-тест телефона Ulefone U007. Запускаем, давайте посмотрим. Так, посмотрим. Один, два, три, четыре. В принципе, GPS-модуль на этом телефоне, как видите, хороший. Ловит спутники довольно-таки быстро. И все у нас в порядке. Слово говоря, это у меня такой, можно сказать, холодный старт. Поэтому, в принципе, GPS-модуль здесь хорошо работающий. Проведем стандартный тест Asphalt 8 на максимальных настройках. И посмотрим, как он будет справляться. Процессор у нас 6580. А телефон, как видите, уверенно справляется с этой игрой. И 1 гигабайта оперативной памяти вполне достаточно. Вот вам все благодаря, я говорю это, благодаря тому, что у нас хорошо оптимизирован Android. Потому как на некоторых телефонах тормозит Asphalt 8. А здесь, как видите, он идет плавненько, быстро, без всяких проблем. Поэтому похвалю хорошую оптимизацию Android от компании Ulefone. В общем, на этом телефоне можно комфортно играть в такие игры, как Asphalt 8 на максималках. Mortal Kombat X, Nova 3, Modern Kombat 5. Разве что танчики на максималках не поиграешь. FPS будет проседать. Нужно будет выставлять средние настройки. Так, проверяем наш фонарик. Фонарик здесь хорошего качества, как видите, светит он ярко и мощно. Далее давайте перейдем к камере. Камера у нас имеет привычный интерфейс. Есть пейзажная, бьюти, панорама, снимок с помощью жеста, HDR. Камера у нас от Sony на 13 Мп, но это с интерполяцией. То есть камера у нас здесь IMX 149, реальные 8 Мп с интерполяцией до 13. Как видите, ой, вы знаете, что-то здесь уже что-то, 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 что-то с сенсором все-таки не очень хорошо, как видите. При масштабировании некие глюки какие-то присутствуют. Так, давайте теперь по поводу снимка в темноте посмотрим, как у нас фокусируется камера. И делает снимок. Ну да, снимок здесь хорошей камеры. Так, далее. Далее давайте теперь посмотрим на нашу фронтальную камеру. Вы знаете, фронтальная камера здесь хорошего качества, хорошего качества. Да, посмотрите, как четко. Фронтальная камера здесь хорошая. В общем, фронталка мне нравится, мне нравится. Дальше смотрите примеры фото и видео и оценивайте сами. Тест камеры телефона Ulefone U007. Видео пишется в Full HD разрешение. Цветопередача корректна. Фокусеров, как видите, производится тапом по экрану. Значит, камера написана на 13 мегапикселей, но это с интерполяцией. Реально здесь 8 мегапикселей. И вы знаете, камера действительно хорошего качества. Хорошего качества. Здесь, если не ошибаюсь, камера от Sony. Есть электронная стабилизация. Давайте пройдемся, посмотрим, как это заметно. И, по-моему, стабилизация хорошая. Видите, я уйду. И картинка у нас держится хорошо. Поэтому камера мне здесь нравится. Здесь такого хорошего качества камера для бюджетного телефона. Как основная, так и фронтальная. Первый бюджетник от компании Ulefone получился хорошо сбалансированным телефоном. И свои 55 доллара он отрабатывает честно. Благодаря стильному внешнему виду и хорошей оптимизации Android. Без минусов, как обычно, не обошлось. Тач все-таки при масштабировании не всегда четко отрабатывает. Проще работать двойным тапом. В остальном он работает хорошо и без глюков. Зато меня порадовало тут хорошего качества батареи на 2300 мА. На день активной и два дня средней работы его будет вам хватать. Это уж точно. Ну и самый главный плюс это, конечно, его связка камер. Лучшая в этом ценовом диапазоне. Поэтому, если для вас приоритетом являются фотографии, то этот вариант отличное решение. Да и чехол покупать не нужно. Ссылка, где можно купить этот телефон, как обычно, внизу в описании. В общем, Ulefone заслуженно перемещается в плейлист крутых бюджетников с одним гигабайтом оперативной памяти. Там уже 21 телефон. Смотрите другие плейлисты, если еще сомневаетесь в покупке. Большое вам спасибо за просмотр. Отдельная благодарность за лайк. И не забывайте подписываться, чтобы быть в курсе всех самых стоящих гаджетов из Китая. Удачи!